Больных коронавирусом в Алматинской области становится все больше. Мест в больницах региона недостаточно, да и тестов тоже не хватает. Правда ли это на самом деле, мы спросим сегодня, поговорим подробно. Здравствуйте. У нас сегодня в гостях исполняющий обязанности заместителя руководителя управления здравоохранения Алматинской области Ляйля Пирнимбаевна Серегпаева. Добрый вечер. Здравствуйте. Хочу напомнить нашим телезрителям, мы работаем в прямом эфире, а для вас, телезрителей, работает телефон 400109, код города Талдыкурган 87282. Вы можете позвонить лично и задать вопрос нашему гостю. Также на ваших экранах есть номер WhatsApp-мессенджер, по которому тоже можете отправить свои вопросы. Правда, письменно голосовые сообщения мы не принимаем. Звоните, пишите. Давайте начнем с того, вот количество больных становится все больше. Это мы уже знаем, каждый день информацию даем. Это факт. Вот с какой стремительностью растет? На сегодняшний день в области зарегистрировано 1158 случаев коронавирусной инфекции. Из них 597 – это с симптомной формой и 571 – бессимптомные. Темп прироста у нас за сутки составляет 1,7. За предыдущие сутки у нас зарегистрировано 52 случая, из них 10 с симптомами и 42 бессимптомных случаев. Бессимптомные случаи тоже опасны? Да. По данным ВОЗ считается, что бессимптомные, они клинически не проявляются, эти формы, но они могут распространять инфекцию. В таких случаях появляется вопрос, например, не каждый из нас знает, что мы носители, к примеру, возможно, я носитель и еще кто-то, да? Мы регулярно не ходим, не сдаем эти ПЦР-тесты. Как в таких случаях быть? Если даже человек сдал сегодня тест, а завтра заразился, тоже вот нет никаких гарантий. Что делать в таких ситуациях? Бессимптомные формы, они выявляются только в тех случаях, когда имеется контакт с больными коронавирусной инфекцией. Но чтобы коронавирусную инфекцию бессимптомными формами, люди, конечно, они не знают, что они являются распространителями этой инфекции. Но для этого нужно сохранять меры предосторожности, то есть это надо, необходимо носить маски, соблюдать мытье рук, проводить дезинфекцию. Все мероприятия соблюдать. Вот уже поступил вопрос телезрителя, давайте я озвучу, как лечат дома, как отслеживают больных. Правоохранительным органам сообщается адрес больного и контролируется ли этот больной, например, его передвижение, находится ли он дома, а вдруг он пошел заражать других. Да, у нас есть понятие, это домашняя самоизоляция. При выявлении пациента обязательно обследуется его круг семьи, обязательно проводится ПЦР-диагностика. И бессимптомные заболевания, форма коронавирусной инфекции могут лечиться на дому. Значит, у нашими сотрудниками организации ПМСП проводится обязательно наблюдение этих людей на домашней самоизоляции. Для этого ежедневно проводится обзвон два раза в день специалистами организации ПМСП, то есть это поликлиник. Проводится обзвон, видеообзвон, при котором пациенты должны обязательно проводить два раза термометрию, говорить свои жалобы, что у них имеется. Это называется у нас наблюдение на дому. Без симптомных мы в больнице не забираем, оставляем дома. Да, оставляем дома. В таких случаях чем они должны лечиться, какие препараты нужны, лекарства. Или вообще, если даже человек поступил, например, в больницу с коронавирусом, вот какие-нибудь медицинские протокола есть, вот этого человека надо вот так вот лечить. Ну, прошло три месяца, может быть, есть какие-нибудь, например, решения? Смотрите, бессимптомные формы, они и называются бессимптомы, потому что нет никакой клинической картины. То есть никаких признаков заболевания у этого человека не будет. Поэтому тут особого лечения не нужно. Главное, чтобы он других не заразил. Да, главное, чтобы он других не заразил. Наблюдал за своим состоянием здоровья в течение 14 дней. Следил, соблюдал все санитарные правила и нормы. То есть должен находиться на дому, не ходить в места скопления массовых мероприятий. Да, этот человек бесконечно не может быть носителем? Нет, не может бесконечно. Инкубационный период и вот период весь длится всего лишь 14 дней. После 14 дней... Этот вирус, может быть, адаптируется в его организм? Нет, нет, нет. Значит, через 14 дней ПЦР на 10-й день пациенты проверяются, у нас отрицательно. Можно не проверяется уже на 14-й день и даже выходить на работу. Это бессимптомные формы. Но если есть симптомы заболевания, обязательно они у нас госпитализируются в инфекционный стационар, где проводится соответствующее лечение. У нас имеются протоколы диагностики и лечения, утвержденные Министерством здравоохранения Республики Казахстан, согласно которым проводится соответствующее лечение. Ну вот какое вот лечение, например, назначается больному? До этого мы очень много слышали у тех, которые попадали в больницы, они писали, кроме парацетамола нам ничего не дают. Нет, наши медицинские организации полностью обеспечены лекарственными средствами. В перечень необходимого для лечения имеются это противовирусные препараты обязательно, жаропонижающие и обязательно будет симптоматическое лечение в зависимости от клиники данного пациента. Все необходимые лекарственные средства у нас в больницах стопроцентно обеспечены. Вот телезритель задает вопрос, лаборатории не принимают наши анализы, мы хотели бы сдать вот именно на коронавирус вот в Талдыкургане сложности со сдачей. Значит, у нас в области в настоящее время работает 6 лабораторий ПЦР, который принимает именно в Талдыкургане можно обратиться в клинико-диагностическую лабораторию Олимп, там проводится на платной основе анализ. Есть у нас еще противочумные станции лаборатории в Талдыкургане и в Центре национальной экспертизы тоже имеется лаборатория. Туда можно обратиться и сдать. И провериться. Да, и провериться. Но сами лаборатории не принимают, все равно этот же анализ надо взять от человека, поэтому им необходимо обратиться в свою поликлинику, где они прикреплены по месту жительства, и там возьмут у них этот анализ. Но здесь хочу озвучить вопросы других телезрителей, которые спрашивали у нас, что лаборатории будут работать дистанционно. Как лаборатории будут работать дистанционно? Как они будут проверять анализы в таких случаях? Это волнение людей, они интересуются, задают нам вопрос. Скажите, пожалуйста. Нет, дистанционно лаборатории работать не могут. В любом случае нам надо будет взять мазок из зева, из носа, чтобы взять анализ, обязательно это будут медицинские работники брать, это обязательно будет контакт, поэтому никаких дистанционных лабораторий у нас нет. Телезрители, вопрос. Вот, например, по WhatsApp гуляет видео, где говорится, что эти ватные палочки, которыми берут анализы, они заражены. Насколько это правда? Проверялось ли это, или вы еще не слышали о таком? Нет, конечно, они не заражены. Это одноразовые, используются только один раз. И, естественно, они утилизируются такого, чтобы были они заражены от неватной палочки коронавирусной инфекции. Таких данных нет у нас. То есть в нашей области и вообще по республике такого не было, не зарегистрировано. Они все проверяются на качество, на безопасность. Проверяется, проводится экспертиза, конечно. Вот насколько правда, что больницы наши переполнены Алматинской области. Говорят, мест для больных нет. Скорые больных не забирают. Как сложилась ситуация на сегодня? В нашей области имеются инфекционные койки, также провизорные койки и карантинные. В настоящее время мы расширили инфекционные койки до 447 коек. В области у нас 447 коек. Они сейчас в настоящее время загружены всего на 56%. Ну вот мы передислоцировали инфекционный стационар. У нас вот в городе Талдыкурган областная больница у нас стала тоже инфекционным стационаром. Имеет инфекционный стационар и провизорный стационар. Мы койки расширили. И они достаточно, имеются места для всех пациентов. Скорые забирают, привозят в больницу машину. Ну это по городу, а как по области? Давайте об этом чуть позже. Есть телезритель на линии, ответим на вопрос его. Задавайте вопрос. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Мы вас слушаем. Ага, у меня вопрос. Я как житель Талдыкургана, являюсь, постоянно оплачиваем ОСМС. Ага. И сейчас, почему в данный момент мы не можем сдать бесплатно на коронавирус анализы? Спасибо. Спасибо. Обязательно. Пусть ответят. Вот такой вопрос. Нам тоже очень много задают. Почему не могут сдать бесплатно? Согласно постановлению правительства, приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан, у нас подлежат проведению ПЦР-диагностики на бесплатной основе. Это медицинские работники. Потому что они непосредственно сконтактируют с больными, могут и не с больными. Потом у нас проходит на плановую и экстренную госпитализацию пациенты. Они обязательно должны при поступлении в стационар обязательно пройти перед этим ПЦР-диагностику на коронавирус. У нас имеются закрытые учреждения, где мы тоже проводим, потому что имеются там, это же закрытые учреждения, такие как медико-социальные учреждения, это дома престарелых, детский дом, дом ребенка. Такие учреждения тоже обследуются на бесплатной основе. И есть у нас сотрудники правоохранительных органов, которые тоже бесплатно. И проводятся бесплатно ПЦР-диагностики контактным. Если есть выявлен пациент больной коронавирусом, да, у него положительно, обязательно его полностью очаг, с кем он контактирует, проводим. Но зритель правильно задает вопрос, например, по СМС мы даже должны получать вот такие дорогостоящие, даже операции должны проводиться бесплатно. Давайте об этом чуть позже. Есть телефонный звонок, мы вас слушаем, говорите. В настоящее время мы являемся платежщиками ОСЭБЭС, оплачиваем межмесячно, да. И вот в данной ситуации, почему государство не позволит нам бесплатно сдать на коронавирус? Это же эпидемия, независимая от нас. А потом смотрите, сейчас анализ даст, через некоторое время он может контактировать с больным, да. Это опять ему надо сдавать. То есть ОСЭБЭС в настоящее время было у нас отложено, да, пока у нас вот такая ситуация. Отчисления ОСЭБЭС, значит, получается, не все делают? Нет, почему? Все делают. Все делают. Но лечение получают все бесплатно. Независимо, ты платишь проценты в ОСЭБЭС или нет, в любом случае мы все получаем бесплатное лечение. Ну да, это гарантированный пакет. Да, гарантированный пакет. Но, однако, вот анализы сдать? Ну, если нет показаний для сдачи анализов, зачем это сдавать? Если есть, то бесплатно. Нету показаний, да. Если есть, да, если есть показания, то есть он контактировал с больным непосредственно, да, тогда обязательно на бесплатной основе проводится диагностику. Ну, смотрите, если вот человек придет, например, скажет, я вчера контактировал с больным, у него бесплатно примут эти анализы? Смотрите, когда у нас контактный, больной, обязательно, тут у нас включается служба, это называется Департамент комитета контроля качества медицинских услуг, по контролю качества товаров и безопасности медицинских услуг. Значит, они дают постановление, они выявляют, проводят эпид-расследование, и уже после эпид-расследования они нам дают количество контактных в организацию ПМСП. После этого мы уже с этими контактными начинаем их обследовать. То есть должны быть все равно показания для проведения ПЦР-диагностики. Мы же не будем всему населению проводить ПЦР-диагностику. Все равно нужно показания. Ага, ну хотя деньги ОСМС перечисляют все. Но какие-нибудь предложения, например, Министерство здравоохранения делается по этому поводу? Например, ну почему бы не сделать, например, бесплатными тесты всем? Ну, например, в течение там вот именно пандемии. Ну это дорогостоящее, во-первых, обследование. Это лаборатории у нас в настоящее время сейчас тоже загружены, да, чтобы проводить хотя бы то, которое вот по показаниям. Это контактные, приплановая госпитализация. Это мы сколько должны жители нашей области обследовать. Поэтому, я думаю, еще это нецелесообразно всех под подряд проводить ПЦР-диагностику. На сегодня очень много заболевших медиков. С чем это связано? Это защита плохая или отношения несерьезные? Насчет защиты. Защита у нас в достаточном количестве у нас средств индивидуальной защиты. Управлением здравоохранения, министерством здравоохранения закупаются. Медицинские работники стопроцентно обеспечены. Да, были случаи у нас заражения у медицинских работников, к сожалению. Много на сегодня медиков болеет коронавируса? На сегодняшний день заболело у нас медицинских работников в настоящее время 29 человек. Это по всей нашей области. Ну, как так получилось, что они заразились? Хотя, ну, тут много, может быть, факторов, которые привели к этому. Даже неправильная техника снятия этих СИЗов, да, тоже может привести. Он же может заразиться не только в организации медицинской, но он может заразиться в другом месте. Есть телефонный звонок, давайте ответим. Задавайте, мы вас слушаем. Да, 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 говорите. Да, да, да. Саламет, шоу. Рахмет, кармандас, мина, передачу, жүргіз, лапкандарымызға. Бірақ, мен, ана, мина, облздравтың замына айтайын дебе. Алло, есті тұрсында? Я, 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 айта верміз. Я, ау, 21-гүні ден медиков болды, я? Алло, 21-гүні ден медиков болды. Солгыны осы біздің қалаға, облысқа еңбегісінген. Мен фамилиясын білмейм, бірақ аты дәрега сәкеніна деген ауырад. Скор, скоры шақыртат, өш сағат кемей. Ақырында ана дәргер өліп болады. Осы қалай ендосылай, қалай ендосылай. Талдығырған қаласында ма? Ана әксі өзі медиын үсті сәтіне үшін бітірген дәргер өзі. Талдығырған қаласында ма? Талдығырған қаласында баққа жерді айтпайы қойыр, тәртіп жоқ. Скоры деген кемей. Ал енді ана қаладан зұландай, үш сағат кемейді, өксі өріп болды. Бұл үшердіңізді, әртіп жоқ. Ана ұландай өзіп жоқ. Өдіңізді үшін сәтіп кемейін? Қаласында қаласында ма? знаете, почему скорая не доехала, но таких случаев нет у нас, у нас доест буквально 15-20 минут. Да, но если у них есть такая жалоба, они же могут написать? Могут обратиться в управление здравоохранения, мы обязательно этот случай разберем. Ну вот, давайте мало остается до конца, но здесь очень много вопросов, по поводу доплаты медикам, которые непосредственно работали с больными коронавирусом. Как надбавка на сегодня производится за эти три месяца, а дальше будет ли оплачиваться дополнительное средство? Да, были выделены из правительственных денег финансовые средства для получения надбавки к основной зарплате, вот при ситуации с коронавирусной инфекцией. Когда начислялись надбавки, значит, учитывалось в первую очередь, в каком стационаре работает медицинский работник. Это были, они относились к группам риска. Первая группа, это был инфекционный стационар, это очень высокая группа риска. Те люди, которые работали в этих группах риска, они получали... Давайте об этом чуть позже, есть телефонный звонок, ответим телезрителю. Говорите, мы вас слушаем. Алло, салематсис, дарма. Салематсис. Я хотел вам задать один вопрос. У нас вышло постановление Ермей Касимкуловича, нашего главврача, от 6 июня. Что будет у нас усилен, в магазинах, продуктовых магазинах, будет усиленный режим, должен быть. Но когда сейчас у нас в многоэтажном квартирном доме живем, в многоквартирном доме, то есть, извините, и у нас в магазин заходит даже никакой антисептика нету, ни марли нету в ручках, дети заходят без маски, взрослые заходят без маски, даже сама продавщица без маски обслуживает. Почему тогда у нас рейды не проходят? Сами говорите, что будут их штрафовать, но и у нас такого нет, и эти же дети заходят к нам в подъезд. Мы от них можем заразиться. Даже хлебные алтмейнель привозят без масок и без перчаток с хлебом. Как можете это объяснить, пожалуйста? Спасибо большое. Это вопрос больше относится к Департаменту контроля качества и безопасности товаров и услуг. Они занимаются этим вопросом, они проводят рейды, наказывают виновных. Это санитарно-эпидемиологическая служба. Туда могут позвонить или в управление здравоохранения? Нет, они могут туда позвонить. И по месту уже, если есть обращение, рейдовая комиссия может выехать и на месте посмотреть, соблюдаются или не соблюдаются карантинные меры. Есть у них телефоны, к нам приходили, мы еще раз их пригласим, они ответят. Если у вас есть такие пожелания, например, есть жалобы, то можете позвонить в департамент. Это бывший СС, как мы любим называть. Можете позвонить и пожаловаться, назвать адрес, назвать название магазина. Давайте надбавки продолжим. Вот дальше теперь будут выплачивать, например, говорили по 800 тысяч, по 400. Поскольку получили наши медики Алматинской области? Как я выше говорила, что в зависимости с учетом группы риска, если это инфекционный стационар, то там размер надбавки не превышал 20-ти кратного минимального размера заработной платы, который установлен на текущий финансовый год в законном об республиканском бюджете. Смотрите, как это оплачивается. Например, на месяц дается 400 тысяч, 450 или 850. Вот дается. Как получит, например, медик? Ну, медик получит, во-первых, с учетом рабочего времени. Был ли он в тот день на работе, естественно. Если, например, 30 дней в одном месяце, он за эти 30 дней один день, только если там поработал с больным. По часам. По часам. Сколько он получит, например? По часам. Вот сколько он в этот день рабочий. Время у него, значит, за столько времени он получит. Оплата будет почасовая. Почасовая. Но у нас в области, да, вахтовый метод, то есть 14 дней работают они, 14 дней на отдыхе. И поэтому возмущение у медиков, что они получили меньше. Совсем мало времени остается. Но скажите, у нас тут очень много вопросов по поводу того, что на местах, в районах защитными средствами медиков не обеспечивают. Все они обязаны просто покупать на свои средства элементарно маски. Так ли это на самом деле? Но раз нам пишут, значит, это правда. Правда, районы не написали. С республиканского бюджета и из местного бюджета были выделены денежные средства на закуп средств индивидуальной защиты. В области все медицинские работники стопроцентно обеспечены этими средствами. Было закуплено более 2 миллионов масок, перчаток около 50 тысяч. То есть всем необходимым было обеспечено. Ну, вы говорите так, нам пишут так. Но если есть вопросы, вам могут позвонить. И где на месте мы можем посмотреть и обеспечить до конца эти средства. Ваши пожелания? Пожелания нашим жителям нашей области. Самое главное, чтобы наши люди не паниковали, соблюдали все меры предосторожности, носили обязательно маски, стараться не выходить на места, где массовые скопления. значит обязательно надо мыть руки чем чаще тем лучше соблюдать дистанцию до социальной дистанции это не менее метра желательно два метра хочу пожелать чтоб наши жители не болели и соблюдали все эти меры дорогие телезрители соблюдайте меры передосторожности не болейте до свидания а